Друзья, я снова рад приветствовать вас у себя на канале и сегодня мы с вами продолжим собирать наши настельные часы из различных тарелок, порцелановых, глиняных, фарфоровых. Сегодня у нас на очереди вот такая вот тарелочка, пришедшая к нам из Венгрии. Вот здесь есть клеймо сделан венгрии. Механизм со стрелочками я уже подготовил. Сейчас мы займемся с вами только монтажом. Как известно, мы мастера-любители и мы не претендуем ни на какие лавры часовых мастеров или еще кого-нибудь. Мы делаем это ради собственного удовольствия. Так, готово. Сейчас мы немножечко закрепим. Чтобы у нас держался этот наш механизм. Потому что тарелочка у нас глиняная. Можно сказать, ручной работы. Вот, все, закрепил. Механизм держится. Сейчас, секундочку. Вот, пожалуйста, смотрите. Механизм держится. И мы начинаем монтировать наши стрелочки. Сначала, как обычно, мы всегда ставим часовую стрелочку. Аккуратненько, чтобы ее не помять. Тихонечко, легонечко и аккуратно. Затем мы ставим минутную стрелочку. Все, как всегда. Есть. И в конце у нас идет секундная. Готово. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот так вот. Видно? Ну, а теперь мы давайте проверим, что у нас получилось. И вставляем нашу батареечку в наш механизм. Так, стрелочку настолько надо немножко так вот забрать. Потому что она цепляет за края батареи, за края тарелки. Ее можно будет просто-напросто немножечко укоротить. Что мы сейчас и сделаем. И мы ее сейчас немножечко укоротим. И вот, пожалуйста, часики заработали. Вот такие у нас получились с вами часики. Так. И, конечно же, в каждом деле, будь то сбор часов изначально, от первой шестеренки до последней, или монтаж часов на стенах, вот как у меня, в каждом деле есть фиаско. Вот, пожалуйста, я сделал часы. Вернее, они у меня были часы. Но оказалось, что тут проблемы с кварцевым резонатором. И этих часиков хватает максимум, ну, часа на два, на три. Потом они просто-напросто останавливаются. Поначалу я думал, у меня старенькие батарейки. Их нужно поменять. Их нужно получше монтировать. Но нет. Оказалось, что даже с новыми батарейками эти часы останавливаются буквально через час. Поэтому, чтобы у меня таких вот оказий, как говорят итальянские стеклодовы, когда у них не получается сделать хорошую тарелку, они говорят фиаско. Так вот, чтобы такого фиаско больше не было, я запускаю часы. И они у меня целые сутки работают с батарейкой. Это для того, чтобы убедиться в том, что они работают действительно и механизм не испорчен. Сейчас у меня на данный момент пять различных тарелок. Вот такая вот тарелочка у нас есть. Вот, пожалуйста, вот такая вот такая тарелочка. Вот такие вот у нас есть часики с тарелочкой. Вот, пожалуйста, вы эти часики уже видели в предыдущих видео. Вот, пожалуйста, у нас из дорогого порцелана тарелочка. Она все еще доступна для покупателей. Вот эта вот тарелочка. Показал, не показал. Вот. Хорошая, крепкая, длинная тарелка с викторианскими стрелочками. И вот эта вот еще тарелочка, которую мы сделали сейчас. Значит, из всех тех тарелок... И вот еще у меня висит. Маленькая такая. Так вот, этой тарелочке шестьдесят лет. Этой тарелочке шестьдесят лет. Чем они хороши, что они не порченые. У них нет ни царапин, у них нет ни выщербленок, у них нет ничего. Можно сказать, они, грубо говоря, нулевые. Несколько я уже продал. Это у меня была MonoLisa и тарелка с мотивом лето под GJ. Дело идет. Дело идет. Поэтому, если кто-то желает приобрести, пожалуйста, обращайтесь. Всегда рад адекватным комментариям. Готов с вами побеседовать. И обсудить условия покупки этих классных настенных часов для кухни или для вашей гостиной комнаты. Ну что ж, я был рад, что вы были у нас на канале. Следите за обновлениями. У нас всегда есть что-то интересное, позитивное, полезное. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Оставить свой хороший комментарий, поставить лайк, поделиться видео с друзьями. И будьте нам здоровы. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok